Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня, в день праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 22 по 40. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время она, вознесоста родителя отрача Иисусова Иерусалим, поставите его пред Господем. Яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеско полу, разверзая ложе сна, свято Господи винаречеться. И ежедать жертву по реченному законе Господне два горличища или два птенца голубина. И се, бе человек во Иерусалиме, ему же имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, чай утехи Израилевы, и дух бе свят в нем. И бе ему, обещано Духом Святым, не видите смерти, прежде даже не видят Христа Господне. И приди Духом в Церковь, и гда ведоста родителя отрача Иисуса, сотворите имя по обычаю законному о нем. И той приеми Его на руку Своею, и благослови Бога и рече. Ныне отпущай шарабатывай Его, Владыка, по глаголу Твоему с миром. Яковидисти очи Мои спасение Твое, ежи и си уготову пред лицем всех людей. Свет во откровении языком, и слава людей Твоих Израиля. И бе Иосиф и мать Его чудящийся оглаголем и ханем. И благослови я Симеон, и речек Марии и матери Его. Сели жить сей нападение и навосстание многим во Израиле, и в знамение пререкаемо. И тебе же самой душу пройдет оружие, яка убода открыется от ног сердец помышления. И бе Анна, пророчица Чифануйлева, от колена Осирова, сия замоторевшего одних мнозих, живши с мужем седьм лет от девства своего. И та вдава, яка лет восемьдесят и четыре, я же не отхождаша от церкви постом и молитвами, служащий день и ночь. И та в той час приставши, исповедавшися Господеве и глаголоша о нем, всем чающим избавление его Иерусалиме. И яка скончашася вся по закону Господню, возвратишися в Галилеево, град свой Назарет. Отрача же растяша и крепляшися духом, исполняйся премудрости. И благодать Божия бе на нем. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время принесли родители младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И дух святый был на нем. Ему было предсказано духом святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит креста Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии и матери его, «Се, лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле, и в предмет пререканий и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. В данном евангельском отрывке евангелист Лука описывает два древних обряда. Первый обряд – освящение первенца. «Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу». В 13 главе во втором стихе книги Исход мы читаем повеление Божие. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна, между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что мои они». Каждый переворожденный мужеского пола как среди детей, так и среди животных был посвящен Богу. Этот закон указывал на милосердие Бога как источника жизни. В книге чисел поясняется, что первенец из людей должен быть выкуплен. В законе установлено, что за сумму в пять сиклей серебра, примерно 72 с небольшим грамм серебра, родители могли выкупить у Бога своего сына. Деньги эти уплачивались священникам, но не раньше, чем на 31 день после рождения. Второй обряд – обряд очищения. Когда женщина приходила в храм, чтобы принести жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Женщина, родившая младенца мужского пола, считалась нечистой семь дней, и еще 33 дня не могла ходить в храм и участвовать в общественном богослужении. По истечении этого срока должна была принести в храм агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя для жертвы за грех. Это была довольно дорогостоящая жертва, и поэтому в законе было написано, что если женщина не может купить агнца, она может принести в жертву вместо него второго голубя. Принесение в жертву двух голубиных птенцов вместо ягненка называлось жертвоприношением бедных. Именно такую жертву принесла Дева Мария. Задавались ли вы, дорогие братья и сестры, вопросом о времени принесения Господа в храм? Произошло это до или после поклонения волхвов? Александр Павлович Лопухин указывает, что несомненно до поклонения. За такое предположение говорят следующие соображения. Бегство святого семейства в Египет следовало непосредственно за поклонением волхвов, как это видно из 13-14 стихов 2 главы Евангелия от Матфея. Отсюда можно заключить, что святое семейство никак не могло сходить в Иерусалим после прибытия волхвов. На это указывает и отсутствие денег для принесения в жертву положенного агнца. А как нам известно, после посещения волхвов у святого семейства были весьма богатые приношения. Но на тот момент семья пребывала в бедности, что указывает нам на то, что Спаситель родился в обычной семье, в доме без роскоши, где нужно было считаться с каждой копейкой, где семья знала, как трудно зарабатывать на жизнь. Господь, дорогие братья и сестры, как никто, знает трудности человеческой жизни, и когда мы испытываем нужду, Он готов прийти к нам навстречу. Главное – не терять надежду. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Боже мой, на Тяпи! Боже мой, на Тяпи! Боже мой, на Тяпи! Субтитры создавал DimaTorzok